Вопрос как к управленцу, как вы оцениваете опыт работы с МФЦ? Добрый день. Мы начали работать в МФЦ с мая, 12-го года. За это время открылось 68 МФЦ. Во всех МФЦ представлены услуги Росрееста, приемы на которых документы. Очень большое количество документов сегодня принимается непосредственно в самом МФЦ, еще не полностью передан прием. Но это наша основная задача нашего сотрудничества, передать прием всех документов, которые сегодня принимает Росреестер, 100% передать на показания данной услуги в МФЦ. Сегодня у нас порядка 40% принимается через многоконнациональный центр Московской области. Мы наращиваем этот объем и планируем к концу года сделать уже процент повысить до 50%, а за следующие два года довести его до 90%. То есть отдать полностью приемы, выдачу документов, полностью передать контакт заявителям. МФЦ. 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 Вопрос касательно вашей работы, координации работы с МПЦ. Плюсы понятны, какие все-таки минусы имеются, какие сложности, над чем еще стоит поработать? Специалисты, которые проходят у нас обучение, не имели опыта работы именно по регистрации. Зачастую это обучение, но мы просим наши специальные отделы доучивать сотрудников районных инфляций на места. Это необходимо. Уже непосредственно на территории, иногда прием документов, специалистами допускаются небольшие ошибки, которые могут повлиять на регистрацию. Мы стараемся доучивать этих людей, постоянно повышать их квалификацию. И, соответственно, проблемы небольшие связаны именно с квалификацией, может быть, отсутствие опыта работы, даже не квалификация, а отсутствие необходимых работ. Ну, это на это нужно время. Я еще раз говорю, что система заработала не так давно. На мой взгляд, это за эти полтора года достигнутой совместно с полицей Московской области. Большие результаты и общие, еще раз говорю, у нас 40% достаточно много для области, для всей области. Ну, вот конкретно данные МФЦ принимает более 40% всех документов в Одинцовском районе. Следующим этапом будет межмуниципальный прием документов, когда можно будет в Одинцову подать документы на регистрацию права, например, в Виннибурге или в Раменском МФЦ, в Броневце. Соответственно, мы идем к этому, и следующий этап, именно в новоспроекте, можно подавать документы, но здесь есть в том числе, что мы не будем решать, а также будем решать. Еще один вопрос касается вот этого комплекса мер по обучению персонала. Он носит локальный характер, когда какой-то МФЦ действительно вознуждается, или это мероприятия системные, которые со всеми МФЦ имеют мысли? Это системные плановые мероприятия, проводятся по графику, уполномоченных в конце формируются группы, эти группы обучаются на базе Катастрофы Палаты Московской области, в специальном зале, в группе лет по 25 человек, по количеству рабочих станций, которые мы им возможности посадить. Поскольку прием документов в специализированном программе, необходима работа именно в обучении документов, потому что экономная информация поступает по каналам связи, соответственно, необходимо именно работать в этой программе, ее нужно обучать, циркализованно это проводится сейчас. Еще вопросы есть? Нет, спасибо, все. Спасибо большое.